Привет, друзья! Я Станислав Лендовер, и вы на моем YouTube-канале, за что вам огромное спасибо. Сегодня видео, в котором я хочу разобрать рабочие методы повышения интенсивности тренировочного процесса с точки зрения гипертрофии. Что значит рабочие методы и о чем я веду речь? Ну, большая часть из вас, я надеюсь, считала тренировочные принципы Джо Вейдера, в котором он подробно прописал все свои тренировочные принципы. Среди них есть методы повышения интенсивности, такие как дропсет, отдых-пауза, предварительное утомление и так далее. То есть их достаточно много на самом деле. Но нас интересует эффективность каждого из этих методов. И вот совсем недавно появились достаточно хорошие научные обзоры на эту тему. И первый метод повышения интенсивности, о котором я хотел бы сегодня поговорить, это метод дропсета. Дропсет – тот метод, который когда-то мы называли стриптизом. Ну, в простонародье он до сих пор так называется. Суть его заключается в том, что, выполняя подход, вы доходите до отказа, потом снижаете вес отягощения, потом опять продолжаете выполнять подход. Опять снижаете вес отягощения после того, как достигли концентрического отказа. И так, может быть, несколько раз, обычно это два или три сбрасывания. И, соответственно, возникает логичный вопрос. А более эффективен этот метод, чем классический метод? И тут возникает вопрос, а что такое классический метод? Ведь ученые должны с чем-то сравнивать. И они действительно сравнивают его с классическим тренировочным методом, который предполагает выполнение упражнения с интенсивностью 60-80% в диапазоне повторений от 6 до 12. Понятно, что эти цифры могут немножко гулять, но суть именно в этом. В одном случае ученые рассматривают выполнение дропсета, а в другом случае выполнение классического подхода. И дальше сравнивают, а что же более эффективно в плане гипертрофии. Ну, давайте сейчас посмотрим, что наисследовали ученые, прикинем это на наш с вами практический опыт и подумаем, насколько рационально используют метод дропсет, как часто его использовать и что от него ожидать. Надо сказать, что нет единого определения, что такое дропсет, и единого протокола, который могли бы взять ученые или занимающиеся люди во всех странах мира и делать его единообразно. К сожалению, такого нет. Одни ученые исследовали упражнения многосуставные, другие односуставные. Одни ученые исследовали этот метод на новичках, другие на опытах. Одни начинали с 80% интенсивности, другой с 70%. Одни снижали на 20% интенсивность, другие на 30%. То есть мы понимаем, что, скорее всего, и это будет являться причиной достаточно разнонаправленных результатов исследований. Но, на самом деле, если присмотреться к этим исследованиям, а я уже говорил, что в 2023 году, по-моему, вышел уже метаанализ исследований на эту тему, и все они приходят к одному и тому же выводу, что дропсет не менее эффективен, чем классический тренировочный протокол. Возникает вопрос, а в чем же плюс? Зачем, если они дают сопоставимую гипертрофию? Зачем им пользоваться? Сейчас мы с вами определимся и поймем, зачем. Друзья, мой проект Линдовер Пауэр, в котором собраны более 30 тренировочных программ, и программа питания работает для вас. Ссылочка в описании к этому видео. Также мой магазин БАДов, Линдовер Шоп, для вас. Ссылочка там же. Ну, а сейчас продолжаем просмотр этого видео. Итак, ученые выяснили в своих экспериментах, что при выполнении одного подхода дропсета, то есть внутри которого несколько сбрасываний, по эффективности с точки зрения гипертрофии равен примерно трем подходам, классическим подходам, выполненным в диапазоне 6-12 повторений. То есть с одной стороны мы выполняем один подход дропсета, с несколькими сбрасываниями, с другой — три рабочих подхода. И возникает логичный вопрос, а как так? Как один рабочий подход дропсета может дать ту же самую эффективность? И может быть, нам нужно тренироваться только в дропсетах, если такой профит мы получаем от этого метода? На самом деле все очень просто. Основной гипертрофический вклад в прирост мышечной массы вносят высокопороговые мышечные волокна, самые толстые, которые включаются либо при выполнении упражнения с большим весом, примерно 80% одноповторного максимума, по крайней мере, так говорят ученые. Поэтому если я возьму гантель, с которой я могу выполнить около 6 повторений, с первого же повторения включатся все волокна, сгибатели предплечья. И вот эти 5-6 повторений будут стимулирующими. Ну, ученые так назвали, либо результирующие, либо стимулирующие повторения. То есть суть этой модели, модель стимулирующих повторений в том, что примерно 5-6 последних повторений, которые предшествуют отказу, именно мышечному отказу, и являются стимулирующими. Теперь подумаем, когда мы выполняем 3 рабочих подхода по 6-10 повторений, плюс-минус, да, мы получаем 3 раза стимул. В первом подходе мы получаем 5-6 стимулирующих повторений, в втором 5-6 стимулирующих повторений и в третьем 5-6 стимулирующих повторений. Каким образом мы можем получить тот же самый стимул в дропсетах? Я предполагаю, это моя модель, я думаю, что она вызовет у вас как минимум интерес. Суть заключается в том, что при выполнении подхода в дропсете я выполняю работу, сразу же начинаю стимулировать мышцы к росту, даю должный стимул, выполню свои 5, 6, 7 повторений, которые являются отказными. Все, больше не могу, условно. Дальше я беру гантель меньшим весом, как правило, это примерно на 20%, и продолжаю выполнять повторения. Что в этот момент происходит? Часть мышечных волокон, вот этих самых высокопороговых мышечных волокон, которые только что участвовали в сгибании предплечья с большой гантелью, они сейчас выключились, потому что они утомлены и продолжать сокращение с тем же самым весом не могут. Что происходит в тот момент, когда я беру гантель меньшим весом? Да все очень просто. Я иду в нижний пласт, опускаюсь чуть ниже помышечных волокон и начинаю опять идти вверх. То есть я начинаю рекрутировать. Да, у меня в первом случае было включено, условно говоря, 100% мышечных волокон, во втором случае 80%. Но вот эти повторения, вот эти повторения, когда я уже сбросил вес отягощения, я опять начинаю подбираться потихонечку и иду вверх по этим самым высокопороговым мышечных волокон. Даю им опять стимул. Когда и эта гантель меня утомила и я больше не могу поднимать, я беру еще меньшую гантель и в этом случае опять часть мышечных волокон, которая участвовала в первых двух рабочих подходах, она отдыхает. Она не является активной. Но я опять, выполняя одно, второе, третье, четвертое, пятое, до отказа в повторении, с максимальным включением, я опять карабкаюсь по маленьким ступенечкам, стимулируя те самые высокопороговые двигательные волокна. То есть, на мой взгляд, это происходит именно так. Только это, на мой взгляд, может объяснить то, почему дропсет такой же эффективный. Теперь к вопросу о том, а почему бы нам тогда дропсетами только и не качаться. Давайте подумаем. То есть, мы с вами получаем один длинный подход, который включает в себя несколько сбрасываний, то, что мы называем дропсетом, равняется трем классическим подходам, выполненным до отказа, в диапазоне 6, 10, 6, 12 повторений. Казалось бы, давайте тренироваться только дропсетом. Друзья, если вы посмотрите протоколы исследований, а ссылочки я обязательно закреплю, там выполнялось огромное количество условий. Темп выполнения по метроному, время отдыха, скорость сбрасывания веса, то, что мы обычно делаем, пожали штангу, потом встал, сбросил один диск, потом другой, потом лег. Нет, нет. Сразу два человека сбрасывают. То есть, это очень сложный метод, который действительно серьезно воздействует на центральную нервную систему и в целом на общий организм. То есть, попробовать заменить все подходы классических на дропсеты вы не сможете. Вот я сейчас, если говорить откровенно, на уровне своей воли, своих каких-то целей, задач, я даже не смогу сделать качественный дропсет. Такой, который должен привести вот к той самой тройной по времени выгоде при гипертрофии. А я напоминаю, что если мы сравниваем эти протоколы, один подход и три подхода, мы выигрываем прежде всего время, существенно выигрываем время. Но попытаться перевести все это в рамках дропсета, всю вашу тренировочную программу, это закончится недовосстановлением, это закончится возможным переутомлением. Ну, а дальше, черт его знает, может быть, вы и дойдете до той самой перетренированности. Но суть заключается в том, что вы сможете какой-то промежуток времени идти на этих самых дропсетах, но потом вы начнете снижать производительность. И в целом, если говорить о более равномерном включении этого метода в тренировочную программу, то он более рационален и логичен, чем пытаться делать одно и то же. Итак, друзья, дропсет один из тех самых рабочих методов, который при сравнении с классическим вариантом тренировок дает сопоставимую гипертрофию. В некоторых исследованиях даже несколько большую гипертрофию. Если говорить о соотношении, то фактически в рамках одного дропсета при двух сбрасываниях это и есть три подхода, и три классических подхода здесь. Но здесь мы в рамках дропсета выигрываем, повторюсь, выигрываем время, что на самом деле действительно важно. И этот параметр, по большому счету, является для многих определяющим. Я рекомендую использовать дропсеты периодически, на высоком уровне. То есть не надо делать новичкам это, это методы продвинутых спортсменов. И делать его в одном-двух последних рабочих подходах, не каждую тренировку. И важный момент еще – выбор упражнений, друзья. Еще один момент касается выбора упражнений. Я не рекомендую выбирать упражнение, в котором движение начинается из растянутого положения. Например, жим в тренажере. Тогда, когда вы находитесь изначально в растянутом положении. И если в первом повторении, первого подхода, вы еще в состоянии сгенерировать нужную силу и выжать полноценно, то после сбрасывания это может быть затруднительно. И вот это состояние из вот этого положения, оно снизит количество последующих повторений. Ну, тем самым, своровав у вас некое количество так называемых стимулирующих повторений. Итак, на мой взгляд, дропсет – вполне работоспособный метод, который можно и нужно периодически включать в свой тренировочный план. Не нужно пытаться перевести все рабочие подходы на дропсет, потому что вы просто этого сделать не сможете. Ну вот не сможете вы сделать, вынести такой тренировочный объем, такой уровень интенсивности в долгосрочной перспективе. Поэтому, повторюсь, я рекомендую включать периодически с соответствующим коэффициентом понижения относительно классических своих подходов. Ну и плюс выбирать правильно упражнение. Не забывать, что время на снятие веса отягощения или изменения его должно быть минимально. Каждый подход дорабатывается до отказа, что, естественно, еще больше выматывает нервную систему и приводит еще к большему общему утомлению. Короче, дропсет – вполне себе рабочая штука. Еще один рабочий метод повышения уровня интенсивности тренировочного процесса – метод отдых-паузы. Кстати говоря, он так же, как и метод дропсет, описан в тренировочных принципах Джо Вейдера. Единственное, что он напоминает нам, что метод отдых-паузы еще более сложен по сравнению с методом дропсета и требует большего тренировочного стажа, большего опыта. То есть, этот метод не для новичков и даже не для середнячков. Суть его заключается в том, что выполняется подход с интенсивностью примерно 80% на повторном максимуме, то есть, примерно на 6 повторений. И в этом случае мы знаем, что с первого повторения нервная система рекрутирует весь пласт мышечных волокон и, как следствие, утомляя ее или их, стимулирует эти самые волокна к росту. Дальше, в отличие от дропсета, мы не сбрасываем вес отягощения. Мы выполнили, например, жим штанги лежа на 6 повторений до настоящего истинного мышечного отказа. Дальше мы ставим снаряд на стойке, отдыхаем порядка 15-20 секунд. Следом снимаем снаряд и выполняем еще максимально возможное количество повторений до истинного концентрического отказа. Как правило, это примерно, если в первом подходе было 6-7 повторений, во втором подходе будет 3-4 повторений. Дальше опять снаряд на стойке, отдых 15-20 секунд, еще один подход к снаряду. Дальше опять работаем до отказа. Как правило, это 1-2, а может быть 3 повторения. Дальше мы можем еще раз поставить снаряд на стойке и после отдыха выполнить. И вот выполняется один такой огромный большой сет с одним и тем же весом отягощения. Внимание, вопрос. Насколько он эффективен при сравнении с классическим тренировочным протоколом, выполняемым с интенсивностью 60-80% с диапазоном 6-12 повторений. Ученые сделали замечательное исследование на относительно опытных спортсменов, занимающихся более года. Ну, тут каждый для себя может определить, что есть опыт, что есть новички. Но суть не в этом. Суть в том, что это не только-только пришедшие люди в тренажерный зал. И они выполняли исследования в рамках внутрисубъектного дизайна. То есть один и тот же человек одинаково питается, ест, спит, но одна конечность тренировалась в классическом варианте, а другая выполняла упражнения по протоколу отдых-пауза. И, соответственно, чтобы уравнять, ученые сказали, давайте мы сделаем здесь 3 подхода по 6 повторений, отдельных 3 сета с отдыхом 2-3 минуты, с выделенным темпом выполнения, с соответствующей амплитудой движения, техническим нюансом. А здесь выполнил 1 сет, но сделаем так, чтобы суммарно в него набралось точно так же 18 повторений. То есть они попытались уравнять. А потом сказали, давайте посмотрим, что получилось на выходе. И в программе тренировок было достаточно большое количество упражнений. Кстати говоря, достаточно длительное исследование было. Ссылочку на него я обязательно прикреплю в описании к этому видео. И выяснилось, что при работе по методу отдых-пауза, по мнению ученых, не было статистически значимой разницы в приросте мышечной массы, кроме латеральной части бедра, ног. Там было прямо совсем существенные прибавки. Но если вглядеться в те цифры, которые дали нам ученые, мы увидим, что во всех упражнениях, на всех мышечных группах, метод отдых-пауза показал чуть больший прирост мышечной массы. Он не считается статистически значимым, но по факту он есть. Мы видим, что один подход, выполненный методом отдых-пауза, дает сопоставимую или даже несколько большую гипертрофию, чем три подхода, выполненных до отказа, примерно на шесть повторений. Опять же, что это значит? Давайте все упражнения выполнять по методу отдых-паузы. Ну, конечно, нет. Опять же, по той же самой причине. Это безумно тяжелый метод. И если вы попробуете реально его сделать, вот реально, и вы попробуете три рабочих подхода или пять рабочих подходов на какую-либо мышечную группу, особенно на большую спина, ноги, грудные мышцы, попробуйте приравнять эти подходы к классическим, сделать столько же, вы на следующий день, скорее всего, не встанете. Потому что огромная травматика, которую вы получите по факту, то есть, скорее всего, превысит синтез белка, который ваш организм вообще в состоянии создать после силовой тренировки. То есть, это метод повышения интенсивности, и эта интенсивность не может постоянно находиться на пиковом уровне. Поэтому этот метод точно так же, как и любой другой, применяется периодически. И если он применяется в основном, почему бы нет, его можно в основу взять, то количество рабочих подходов должно быть снижено. Потому что мы прекрасно понимаем, что, помимо всего прочего, есть анаболический предел. Но мы знаем, что объем коррелирует с гипертрофией. То есть, 5 подходов лучше, чем 2, 10 лучше, чем 5, а 50 лучше, чем 10, или 50 лучше, чем 20. Ну, конечно, нет. Где-то есть избыточный тренировочный объем. И здесь это обязательно нужно учитывать. На мой взгляд, метод отдых-пауза шикарный метод. Работает он, на мой взгляд, опять же, по тому же самому принципу. Мы выполнили 6-7 рабочих повторений, выполненных до отказа. Нервная система рекрутировала все волокна, мышцы, утомила их должной степени. Дальше 15-20 секундный перерыв дает возможность несколько восстановить энергетические ресурсы, несколько восстановиться центральной нервной системе. И дальше вы опять можете выполнять этот рабочий подход, стимулируя те же самые мышечные волокна, которые являются самыми мощными, самыми толстыми, высокопорогными. Потом вы опять отдыхаете, опять тот же самый процесс, и вы опять подбираетесь к этим самым высокопороговым мышечным волокнам, которым даете за один длинный подход большее количество стимулов. По крайней мере, в моем представлении это так. На практике мы можем с вами просто использовать этот метод, использовать его с умом. Мои умозаключения могут быть вполне себе ошибочными или, может быть, неточными. Если у вас есть другие объяснения этому явлению, я буду рад, если вы их выскажите в описании к этому видео. Итак, друзья, в целом хочу вам сказать спасибо за то, что вы потратили свое время, посмотрели это видео. Не стесняйтесь, оставляйте комментарии. Если есть предложения и есть пожелания по поводу того, какие еще методы разобрать, обязательно пишите свои пожелания в комментариях. Ну, а я желаю вам всего хорошего, осмысленного, правильного бодибилдинга. До встречи, друзья. Пока.